Ну, я очень надеюсь, что вы, так сказать, по крайней мере, так мне кажется, всё-таки мы с вами достаточно так подробно записали по поводу этой самой диеты. Я хотел бы только ещё кое-что добавить. Понимаете, существует два режима при применении этой диеты. Однонедельный, двухнедельный и более. Вот двухнедельный я бы очень советовал для тех, у кого есть лишние килограммы, две недельки. После этого вы аккуратно перейдёте, это мы с вами проговорим, аккуратно перейдёте в обычный режим питания. Не переедая. В обычный режим питания. И таким образом вы сохраните вот эти вот сброшенные килограммы, не дадите им вернуться к вам. Понимаете? А, скажем, через месяц после того, как вы закончили, повторите ещё раз эти две недельки. И вы таким образом достаточно мягко, спокойно сбросите те килограммы, начнёте сбрасывать, которые накопили. Если вы при этом ещё вспомните гимнастику, которую мы с вами очень подробно разбирали в своё время, и я вам её показывал, это позволил себе показать, гимнастику Нарбекова, так называемая суставная гимнастика, гимнастика от остеохондроза, там, о каких-то вещах, если вы ещё к этому, к этой диете добавите вот эту гимнастику, ну, хотя бы там 30 минут в день, даже через день, если вы будете её делать, вы получите удивительный совершенно результат. Вот об этом я вам точно скажу. Причём для тех, кому не надо сбрасывать лишние килограммы, но зато навалом, так сказать, извините, всяких неприятных вещей внутри нас накопилось, включая ксенбиотики, шлаги, токсины, эндотоксины, экзотоксины, разные. Понимаете, так сказать, она тоже очень и очень полезна. Но для них можно просто одну недельку так вот подействовать, а потом включаться в нашу общую очистительную программу. И гимнастика в этой ситуации будет тоже очень здорово помогать. Понимаете, чем она хороша? Больше, там, 5-6 килограмм за две недели даже. Человек вряд ли потеряет. Но человек, у которого нормальный вес или чуть-чуть недостаток, ничего на этом не потеряет. Он после двух недель, перейдя на нормальное питание, вот эти вот недостающие килограммы наберёт. Но у него превышения не будет. Вот это вот тоже очень серьёзный момент. И прошу не забывать ещё раз, это связано ведь не только с тем, что там кверцетин, там, скажем, там петрушка, калий, магний, рутин, кверцетин и прочие-прочие вещи. Не только с этим связано. Дело всё в том, что мы берём всё-таки при этой диете, мы потребляем с вами достаточно большое количество так называемых нерастворимых, неперевариваемых растительных волокон. Понимаете? А это прямая дорога к восстановлению собственной микрофлоры и к своеобразному очищению организма. И к восстановлению собственной микрофлоры. Особенно микрофлоры толстого кишечника. А это нам, ой, как с вами, нужно практически всем. Вот. И результатом действительно начинается процесс такого общего системного восстановления организма. Ещё раз повторяю. Сказывается и на состояние суставов, и на состояние сосудов, на состояние поджелудочной железы и печени. Соответственно, и эндокринная система включается в этот режим. И обратите внимание, очень прошу на это обратить внимание, лёгочные проблемы тоже включаются в этот самый режим. Особенно это касается изменений в альвеолярной части лёгких. Я имею в виду механизм переноса кислорода в воздух и кислород в кровь. Вот о чём я имею в виду. Я слушаю вопрос. Алё. Алё. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с Оренбургской области звоню. Меня зовут Валентина Яковлевна. Я хотела вам задать вопрос. Иногда получается посмотреть вашу передачу из деревни Я. Вот вы как-то в той передаче, кора ивы попить, какая гипертония. А вот какая она же разновидность ивы. Любая. 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 Да, есть козьи. Даже плакучая ива. Даже плакучая ива. То есть всё семейство ив, семейство ив, да, оно вот в коре этих деревьев, вот есть такая особенность, там содержится... Это я читала. А вы знаете, вот в аптеках, вот я в деревне живу, райцентр, у нас вообще нет нигде в аптеках вот этой коры ивы, а раньше была. Вы где живёте? В Оренбургской области, что ли? Да, в деревне. Господи боже, ну найдите иву-то. Я найду, но вот я думала, вот у нас есть и плакучая, и раки-то там, разная. Я понимаю, да, разная ива. Лучше вот то, что называется белая ива, и такая плотная кора, а не плотные деревья. Пожалуйста. А высокая? Ива-то? Да. Она вообще разная, вообще это высокие деревья ивы. Ну вот я знаю, мы как-то ездили на реку. Плакучая ива, плакучая, плакучая ива вполне подойдёт. Ива, а с неё капает, вот как будто плачет она. Да, вот кора ивы плакучая ива подойдёт. Плакучая, да. Да. Спасибо большое. Значит, просто берёте кору, только поаккуратней. У меня сегодня давление целый день мает. Вы знаете, что, уважаемая Валентина Яковлевна, я хочу вам сказать так, почему нужна кора ива при гипертонии, вы знаете? Ну да, разжиживает кровь. Естественно. Понимаете? А проблема, что у вас вот давление с утра вас долбит, это, в общем-то, свидетельство того, что вы уже болеете гипертонией лет 20, если не больше. Я недавно начала лечиться, потому что я никогда не пила таблетки и не чувствовала никакого давления. Ну, к сожалению, в Великому такая ситуация в 50%, когда люди не чувствуют своего давления. Да, вот, и поэтому я недавно стала лечиться. Так вот, я вам очень-очень серьёзно говорю, очень серьёзно говорю, займитесь, Валентина Яковлевна, займитесь, вы в деревне живёте? Да. Вам это проще делать, понимаете? А сколько её пить нужно? Кору ивы? Да. Вообще месяца три. Месяца три. Да. А сколько надо заваривать чайную водку? Лучше делать так. Значит, кора ивы собирается, сушится, как вы понимаете, не на прямом солнце, но солнца нет, и в печку совать тоже не надо. Не надо. На вольном воздухе, в тёплом местечке, но на вольном воздухе. Да, это, как только высохло, перетираете её руками и уже вот её используете, понятно? Чайная ложка, чайная ложка на стакан. Одна чайная ложка? На стакан. Кипятка, да? Или кипятить? Нет, пожалуйста, не надо. Делайте так. Я думаю, что это будет лучше. Положите, положите чайную ложку эту в термос. И залейте горячей водой. Градусов 40, не больше. Так, в термос 40 градусов. Да, не больше. Настаивать сколько? Дальше вот 35-40. Ночь. Ага, настаивать ночь. Да, утром отсидите, пожалуйста, принимайте три раза в день перед едой. Три раза в день? Это по столовой ложке? Нет, по одной третьей стакана. Если стакан, то... Три раза в день? Да. По одной третьей стакана? Да, чай, да, по одной третьей стакана. Ну, спасибо. Вот сегодня я не могу никак сбить давление, вот, что только... А вы вот как-то раз говорили вот про активированный уголь, я что-то помню. Вы знаете что, вот мне очень тяжело сейчас, потому что нам с вами оставшихся минут точно совершенно не хватит для того, чтобы всё рассказать. Потому что, вы понимаете, это проблема, как вам сказать, с гипертонией, связанная не только с тем, что у вас давление скачет, да, и не только там густая кровь или разжиженная кровь. Это всё элементы целого. Ну, вот у меня холестерин повышен. Да и что такое? Ну, и холестерин повышен, и всё. Понимаете, нужно, чтобы... Пойдёте в аптеку, купите антиоксидант, хотя бы тот, который я вам называл. Дегидрокверцетин. Во всех аптеках можно купить его. Понимаете? Как называется? Дегидрокверцетин. Это практически пищевая... Дегидро? Да, дегидрокверцетин. Дрокси... Дегидрок... Кверцетин. Квер... Квер, В, Валентина. Кверцетин. Кверцетин, цапля. Она записала, и, значит, пить, да? Да. А когда на ночь, утром... Там написано всё. Просто не будем терять время. Пожалуйста, потому что вам ещё нужно пройти курс по очищению организма. Надо восстанавливать сосудистые ложи целиком. А там вообще целая... Есть эта самая программа по гипертонии. Они у нас на дисках. А сколько диск стоит? Я не знаю. Это надо звонить 727. Вот телефон. 1290. Вот там всё вам скажут. 271290? Да. Не я выпускаю эти диски. Эти диски выпускает телевидение. Поэтому вот эти вопросы все надо решать с ним. А как называется мой диск? Сейчас я попробую найти. Секунду одну. Секунду одну. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вы знаете, что вам... У них есть список этих монологов. Они вам скажут. Позвоните, пожалуйста. Ладно? Хорошо. Там всё подробно написано. А вот это вот лекарство, которое вы мне предложили. Это не лекарство. Вы можете начинать и при давлении? Да, можете начинать при давлении. Это не лекарство. Потому что лекарства я никогда не назначаю. Никому. А это... И я не лечу никого. Вот это вы запомните. Да. Понимаете? Потому что то, о чём я сейчас говорю, вы можете... Вы лечитесь уже сколько времени. И что? Вам лучше стало? Так я вот с весны начала. Нормально было. А вот сегодня что-то всё... Ох, замечательно совершенно. Тогда сходите к доктору. Он вам пропишет другое лекарство. Да вот суббота-воскресенье. Доктор, племянник, я ему... Ну, чем же я виноват? Он говорит... Ну, чем же я виноват? А? Я не виноват. Ну, я же не виноват. А вот эта ситуация такая, о которой вы рассказывали, это вообще скоропомощная ситуация. Надо вызывать скорую помощь. У нас скорая тут. Укол-то не дают путный. Это я знаю всё, к сожалению. Поэтому и предлагаю заняться восстановлением собственного здоровья. Нельзя зависеть от препаратов. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Алло, я слушаю. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Анатолий Ефимович. Ау. Здравствуйте. Здрасте. Это вас беспокоит. Города Иваново. Да. Вы наш бальзам на нашу больную душу. Наконец-то я смогла к вам дозвониться. Как вас зовут? Меня зовут Лидия Ивановна. Лидия Ивановна, привет вам. От бальзама на больную голову. Да, да. Голова у меня, конечно, не больная, но я вот... Я не про вашу. Я не про вашу. Я не про вашу голову, Лидия Ивановна. Да, да. Ну, слушаю вас. Анатолий Ефимович, я хочу вам пожаловаться на те больные головы, которые ваши передачи зажимают. Дело в том, что я вас сегодня смотрю не в прямом эфире, а разговариваю с вами по телефону, потому что ваш канал у нас в Иваново отключили. Ну, я-то... Что могу сделать? Это ужасно, конечно. И я вот теперь задалась проблемой уже ищу две недели. Как мне вас найти? В каком эфире? Может, где-то по каким-то... По московским каналам? Если есть возможность выйти в интернет, если есть такая возможность, то в интернете в это же время, прямо сейчас, в прямом эфире интернета... Нет, интернета у меня нет. Я пенсионерка, мне 70 лет. Понятно. Ровесники мы. Да. Единственное, что я говорю, было раньше, вот я вас смотрела на телевизионном дамском канале, потом у нас в Иваново убрали, потом я вас нашла три года назад, нашла я вас вот на этом теперь, на первом образовательном. Да. И что вы думаете, две недели назад у нас взяли и отключили ваш канал? Вот так. Безобразие, полнейшее безобразие. Понимаете, какая штука по нынешним правилам жизни государства? Это не безобразие, это другие субъекты хозяйствования. Это уже теперь не государство, а люди. Геннадия Малахова на восьмом канале показывают с девяти до семнадцати. Почему вас прикрыли? Я просто, я нахожусь в странстве, в таком состоянии, я хочу общаться с вами, хочу смотреть ваши передачи, но не могу. Ну, Лидия Ивановна, ну, голубушка, но я ничего по этому поводу... Скажите, как быть, где вас еще и отыскать, на каком канале можно? Нет, 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 только в интернете, в интернет и вот первый образовательный канал. Больше нет, я не Геннадий Малахов, я рецепты не даю, понимаете, поэтому я людям неинтересный, понимаете, и хозяевам неинтересный, потому что рекламой не занимаюсь, вы идиотской абсолютно, да, который занимается грабежом людей, да. Ой, вы наш спаситель, вы наш, как говорится, я говорю, бальзам на нашу душу. Вы лучше Малахова. Вам надо ваши передачи показывать, надо, надо, чтобы они продолжали... Лидия Ивановна, голубушка, понимаете, у нас с вами время идет. Я хочу последние слова сказать. Вам большое спасибо, я и говорю, по вашим программам оздоравливаюсь, польза есть, но дело в том, что я говорю, что постоянно надо с вами общаться, хотя бы по телевизору, хотя бы вот... Пожалуйста, значит, я вам скажу еще один канал связи. Значит, телефон московский 8495... Какой 8? 495, код Москвы. Ага. 360 16 56. 360? 16 56. 56. Это что такое? Это телефон, по которому я бываю каждую среду и четверг, практически каждую среду и четверг, иногда не бываю, с трех часов дня и до пяти. Среда, значит, с 15 и до 17. Да. Я могу с вами общаться. Можно, да, общаться. В это время, только я вас прошу, пожалуйста, я уже сам себе сделал не очень хорошо, потому что не имею права давать эти координаты, вот, но по этому телефону среда-четверг можно дозвониться. Я вам очень благодарна, я вам очень благодарна. Спасибо большое. Вы наш спаситель, спасибо большое. Лидия Ивановна, извините, пожалуйста, да, все, спасибо. Спасибо вас, Господи, и пусть он вас хранит, и вашу передачу. Спасибо, спасибо вам большое. Ох, довольно тяжело, друзья мои. Извините за такую шутку о том, что бальзам на больную голову. Но ведь получается именно так, к сожалению великому, на эту больную голову льется каждый день столько всякого, что просто передать не могу. Передать не могу. Особенно, что касается здоровья. И уж так о нашем здоровье с вами заботятся, что просто уже деваться некуда. Деваться некуда. Что-то будет дальше, не знаю. Что-то будет дальше, не знаю. С той поры, как медицина перешла на коммерческие рельсы, когда появилась реклама фармакологических препаратов. Вообще, Бог знает, что творится. Бог знает, что творится. Закон, когда человеку запрещали, и врачи об этом говорили. Они, правда, и сейчас говорят, что нельзя пользоваться вот этими рекламируемыми препаратами. Вы никогда не знаете, что вы заработаете в качестве побочных эффектов. Что за всем этим надо смотреть, и это льется с утра до вечера. У тебя болит это, выпей это. У тебя закололо там, выпей это. У тебя запор, прими это. У тебя понос, прими это. Господи, боже мой, это вообще до чего надо дойти-то, а? Понимаете, гриппом заболел, вот давай. А препарат не работает. Это всё плацебо сплошняком, понимаете? И вообще, так сказать, это лекарство, к которому надо относиться чрезвычайно осторожно. Так как требуют врачи по-настоящему. Ну, а с другой стороны, понимаете, какая, что вы приходите в клинику на приём, с вами разговаривают 7-10 минут, да, отправляют на анализ. За анализы сдали один, второй, третий, четвёртый, пятый. Ну, хорошо, если это за часть, хотя бы за часть этих анализов заплатит государство. Понимаете? А так как там ждать надо на эти анализы очереди, даже онкологическим больным для того, чтобы провести обследование, требуется месяц, полтора, два. Человеку больному онкологии, понимаете? Которого, может быть, извините, ради бога, через месяц его уже не будет. И что, оставлять его без помощи? Кровь на это, кровь на это, кровь на это, кровь на это, кровь на это. Куча анализов и абсолютно непонятный диагноз. Я не про себя в данном случае говорю. Понимаете? Но человек с этим диагнозом приходит к другому врачу, у того глаза вообще из-подолба. И что назначать? А уж сердечно-сосудистая-то проблема, это вообще нечто невозможное. А артальное шунтирование, да, уже стентирование и всё прочее. Господи, ну хорошо, два года проживает человек с этим самым шунтом. А всё, что ему скажет врач при выписке, да, соблюдайте здоровый образ жизни. И, пожалуйста, вот эти таблеточки. Вот, пожалуйста. А через два года надо повторную операцию делать. Или через три. Надо делать повторную операцию, менять шунты. Это называется излечением? Эти таблетки, они для чего? Ведь каждый из них имеет свои побочные действия. Понимаете? Я однажды пришёл к врачу, у меня проблемы возникли с гипертонией. Доктор, милый очень, всё посмотрела, послушала, всё как надо, посмотрела, кровь эта, сгоняла на рентген, сгоняла ещё куда-то. Всё, всё сделал, всё, всё. Пришёл утром к врачу. Она говорит, ну вот, вот с этого момента, я ещё тогда был, не, не, то есть меня ещё называли, ну, среднего возраста человеком. Я говорю, вот теперь вы должны, как на часы, утром встали, как на работу, утром встали, таблеточку, эту, 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 а дальше уже, пожалуйста, кушайте, всё. Да, провели на работе, наступил у вас перерывчик, таблеточку, вот это, вот это, вот это, вот, пожалуйста, всё. И как надо до конца вашей жизни. Вот я уже сколько, довольно долго, к счастью великому, этими таблеточками не пользуюсь. Начиная прямо с того момента, когда мне они были назначены. Я прекрасно понимаю, люди, что без врачей нам делать нечего, и без медицины тяжело. Хотя бы с точки зрения диагностики, хотя бы с позиции, как я себя чувствую. Да, что такое у меня сломалось, что такое случилось. Знать надо обо всем, о себе то, что вам надо знать, прежде чем начинать заниматься здоровьем, лечением чего-либо. Надо знать, что с вами произошло. И получить от врача первую помощь. Она, как правило, скоро помощная, с тем, чтобы потихонечку хотя бы вот эта ситуация не выходила в критическую. Чтобы не совершила страшного. Конечно, нужен доктор, без доктора мы не обойдёмся. Понимаете? Я всё время вспоминаю и вам напоминаю каждый раз одну и ту же фразу Николая Михайловича Амосова. Понимаете? Который когда-то, давно, я был у него где-то в середине 90-х годов, наверное, там где-то 93-94 год. Возможно, сейчас точно уже даже не помню. Он сказал, понимаете, вот тогда появилась его статья, которая так и называлась. Не надейте, что врачи сделают вас здоровыми. Они вас спасут от жизни. Они вас соберут по частям, в конце концов. Есть ли травмы, есть ли это. Блестяще работают, так сказать, хирургии, травматологии. Всё, как оно есть. Это так. Но сделать здоровыми не могут. Это можете сделать только вы. Вот в чём дело. Друзья мои, всего доброго. До свидания. До следующих встреч.